Друзья, всем привет! Вы на канале 3 билета. Сегодня мы с вами будем готовить форшмак. Это национальное еврейское блюдо. Для этого блюда нам понадобится малосоленая селедка, 3 вареных яйца, немного сливочного масла, зеленое яблоко без шкурки и черный хлеб. Для начала нам нужно будет размять яйца. Вот так вот берем вилочкой и разминаем. Я пробовала готовить форшмак полностью в блендере, но это получается достаточно такой жидкой намазкой. Хотелось бы, чтобы форшмак был погуще, поэтому попробуем сделать таким образом. Ребят, совсем забыла, что нам еще пригодится красный лук. Лук нарезаем также маленькими тоненькими кусочками. Сейчас нам нужно наше зеленое яблочко очистить от шкурки и также мелко порезать. Все это соединяем вместе. Лук, яблоко, яйцо. Сейчас нам осталось почистить нашу селедку. И добавить сливочное масло. Так, а селедку мы все-таки приготовим в блендере. Измельчим. Все остальное у нас будет порезано ножом. А селедку мы сделаем мелкой. Перекладываем селедку в общую тарелку. Сюда же добавляем наше масло. Оно немножко подтаять должно при комнатной температуре. Я немного приперчу, но это по вашему усмотрению будет. То есть, хотите перчите, хотите не перчите. Вообще, форшмак нужно по-хорошему оставить на ночь. То есть, и на следующий день его уже употреблять. То есть, как бы он должен немножко постоять. Сейчас я вот это оставляю. Тарелку то, что можно намазать сейчас. А вот это вот лучше накрыть какой-то пленкой. Либо положить в посуду с крышкой и убрать в холодильник. Форшмак посыпают сверху зеленым луком. Но у нас сегодня будет укроп. Вы тоже можете попробовать с укропом или же с зеленым лучком. Намазываем наш паштет на черный хлеб. Хлеб, кстати, можно посушить в духовке. Или же поджарить на сковороде без масла. Тут на ваше усмотрение. Обязательно готовьте форшмак. Потому что это очень вкусно, полезно. Занимает совсем немного времени. И будет отличным украшением на вашем праздничном столе. Подписывайтесь на канал Три Билета. Обязательно ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Всем спасибо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok